Всероссийская олимпиада школьников по испанскому языку. Для учащихся 7-8 классов. Школьный этап. Разбор заданий. Работа начинается с задания на аудирование. Текст для прослушивания длится две с половиной минуты. Тема рассказа столицы Колумбии, город Богата и всемирно известный колумбийский скульптор Фернандо Бутеро. Дектор начитывает текст в темпе, доступном для понимания учащихся 7-8 классов. Максимальное количество баллов за данное задание 15. В первых семи заданиях необходимо определить верно или неверно представленное утверждение заданий альтернативных ответов. Вопросы несложные, но задействована лексика из текста для аудирования. Следующие восемь заданий представляют собой текст множественного выбора, когда учащийся должен выбрать один из трех ответов. В данном задании, как и во всех заданиях по аудированию, необходимо внимательно слушать текст, но, как нам представляется, такой тип заданий является привычным для заданий по аудированию на уроках испанского языка. Вопрос номер один. «Лос боготанос се сьентен orgullosos де си мисмисмос пор хабер леідо лас овраз де лос грандис ауторес латиноамериканос». Ответ фальсо. Ответ а верна. «В оружие. В тексте говорится «Окупацион permanente superior a la de cualquiera de las bibliотекas de Европа o de Estados Unidos». Следующий вопрос. «La Candelaria es una calle histórica de Bogotá». Ответ B. Фальсо. В тексте «Candelaria» называется «Alma histórica de Bogotá». «Botero tuvo una relación muy estrecha con Bogotá». Ответ A. Verdadero. В тексте говорится «Su relación con Bogotá fue y es muy estrecha». Следующий вопрос. «Botero vive actualmente en Italia». Ответ A. Verdadero. В тексте говорилось «Vivió en Nueva York, en París, en Italia ahora». Следующий вопрос. «Botero dona su colección personal a la ciudad de Medellín». Ответ B. Фальсо. «Нам ваудирование говорилось». «Él, то есть Fernando Botero, decide en 1998 donar a esa ciudad, en Medellín, Bogotá, su colección personal. Otra gran parte de su colección fue a Medellín». Следующий вопрос. «El Banco de la República es lugar donde se exhibe la colección personal de Botero». Ответ B. Фальсо. «La colección de obras de Fernando Botero, que alberga el Museo del Banco de la República en Bogotá, es la más extensa de cuántos se pueden contemplar en todo el mundo». Вторая часть аудирования. Надо закончить предложение, выбрав один вариант ответа из трех предложенных. «Вопрос». «Актуalmente Bogotá es una gran capital de la…» «Ответ. «Cultura», так как в аудировании говорилось «Bogotá en este momento es una gran capital de la cultura». Следующий вопрос. «Los bogotanos leen autores». И здесь надо было обратить внимание на пометку «busca el intruso». И правильный ответ был «portugueses», так как в тексте именно эта национальность не упомянулась. Вопрос номер 10. «Las casas de la candelaria fueron construidas principalmente en el siglo…» Правильный ответ – 18. Как мы видим на слайде, именно эта дата упоминается. «El chorro de quevedo es un lugar donde se reúnen muchos…» Опять надо было обратить внимание на задание «busca el intruso». «Кто не упоминался?» «Не упоминались?» «Beraneantes». Вопрос номер 12. «En la candelaria el arte colombiano…» Надо было вставить глагол «renació». В тексте говорилось. «Артистas impulsan con sus actividades el resurgir del arte colombiano…» «Resurgir» или «renacer». Вопрос номер 13. «Las exposiciones que realizó Botero a finales de los años…» Надо было выбрать, какие годы были… 50-е, 60-е, 50-е, 50-е и 60-е. Вопрос номер 14. «Botero vivió en…» Опять busca el intruso. «Где не жил Botero…» Из предложенных городов подходит только Токио. Вопрос номер 15. «La colección de obras de Fernando Botero que tiene la ciudad de Bogotá es la más grande del mundo…» О чем говорится, соответственно, в аудировании. Следующее задание. «Лексико-грамматический тест представляет из себя текст с пропусками. Максимальное количество баллов за выполнение данного задания – 20. Текст посвящен телевидению и роли сериалов». Задание к тексту также является заданием множественного выбора. Если говорить о его грамматической составляющей, то задания направлены на выявление знаний школьниками времен глаголов. Есть задания на правильное употребление личных форм глаголов, предлогов, неопределенно личных местоимений, а также, естественно, знания лексики. В вопросе номер 16 надо вставить глагол «advierten», то есть «эксперты предупреждают». В следующем пропуске мы вставляем глагол «sendarse» – «нет ничего лучше, чем сесть на диван». В следующем пропуске глагол «encender» или «включить телевизор» имеется в виду. В следующем пропуске используем предлог «de», потому что «disfrutar de» – «насладиться чем-то». В следующем пропуске мы вставляем слово «протагониста» – «главный герой». Далее мы вставляем предлог «con», потому что «soniar» – «con» – «мечтать о». И в последний пропуск мы вставляем слова «pequeña pantalla», то есть «телевизор» или «телевидение». Здесь в первый пропуск мы вставляем слово «fans» – «фанаты». Во второй пропуск вставляем «estrellas», то есть «актеры», которые превратились в звезд. В следующий пропуск мы вставляем слово «segidores» – «зрители», которые следят за развитием сериала. В следующий пропуск – «temporada», как бы следующий сезон. В следующий пропуск вставляем глагол «bias». Есть у нас устойчивое выражение «bias donde bias», куда бы ты ни пошел. В следующий пропуск мы вставляем слово «incorpora» – «включает в свой словарь», как бы. Следующее слово мы вставляем «gravado», где были сняты сцены сериала, где были сняты вот это именно слово «gravado». И последнее из трех предложенных вариантов мы выбираем «gerundi» – «esperando», ожидая, что произойдет. Из трех предложенных глаголов мы выбираем глагол «seimitera» – будет показан последний эпизод. Далее мы выбираем слово «зрительская аудитория» – «audiencia». В следующий пропуск мы вставляем слово «obra maestra» – «произведение искусства». Далее мы вставляем глагол «terminemos», то есть глагол «terminar» в «presente de subjunctiva», которое мы употребляем после «antes de que». И в последний пропуск мы вставляем слово «pegar» – «мы приклеимся» или «мы снова прильнем» к экрану. Задание по лингвострановедению направлено на выявление не только знаний, но и кругозора школьников, наличия или отсутствия интереса к стране изучаемого языка. Хотя в целом эти темы изучаются на уроках испанского языка. Максимальное количество баллов за задание по лингвострановедению – 10. Первое задание касается знаний школьников об испанском художнике Диего Веласкесе. Первый вопрос был, в какой период времени работал Диего Веласкес? 17 век. Следующий вопрос о том, где он родился. Он родился в Севилье. Далее, при дворе какого короля он работал? Филипп IV. Далее, Диего Веласкес, «conof you in Madrid», «al famoso pintor flamenco» – это Рубенс. И далее, «la obra más famosa de Velasque se llama» – и все мы это знаем, «las meninas». Здесь мы с вами поговорим о наследии Римской империи в Испании. Первый вопрос. Todos los idiomas de la península ibérica tienen sus raíces en el latín, a excepción de… Здесь мы выбираем, здесь нас вами есть страны басков. Вопрос номер два. «El teatro romano más importante en España está en Мерита». Следующий вопрос. «El acueducto romano de Segovia servía para transportar agua». Следующий вопрос. Предложены два текста. Первый текст рассказывает о фотографиях на удостоверениях личности, а второй касается географии Испании. Первый вопрос. Следующий вопрос. «En las fotos las personas tienen diferentes expresiones en los ojos», потому что в тексте говорится «meradas confiadas, tímidas, atrevidas, cabizbajas». Следующий вопрос. «Las fotos se hacían para el carnet, por eso la gente se ponía». Естественно, они надевали свои лучшие одежды, su mejor ropa. Или, как в тексте говорится, «sus mejores garas». И последний вопрос к данному тексту. «Mirando la ropa y los peinados imaginamos como vivían esas personas». Что и подтверждается фразой из текста. Вторая часть чтения, то есть второй текст. Максимальное количество баллов за чтение мы знаем с вами 10. Задание номер 2. «Прочитайте текст, ответьте на вопрос, правдиво данное утверждение или ложно». Вопрос касается климата Испании. «El clima de Испания está influenciado por el Atlántico y el Pacífico». Ответ «falso», потому что в тексте говорилось о doble influenции del océano Atlántico y del mar Mediterráneo. Следующий вопрос. «La zona más húmeda de Испания se encuentra en la costa del mar Cantábrico». Ответ «verdadер». «La vertiente Cantábrica es donde domina el clima atlántico, con abundantes lluvias». Говорилось в тексте. Следующий вопрос. «El clima de la zona central del país es bastante seco, verdadero». В тексте говорилось «en la zona de la meseta aquí domina el clima interior, poco lluvioso». Следующий вопрос. «En España no hay ríos navegables». «Falso». «Falso». «Текстia rascas vetsu urique govedelkivir». «Кatora es el único río navegable». И последний вопрос. «Las inundaciones en Andalucía están provocadas por los descensos bruscos de la temporada». «Falso». «Las inundaciones están provocadas por veranos bochornosos, inviernos cálidos, chubascos repentinos y violentos». На этом тест заканчивается, олимпиада заканчивается. Спасибо большое за внимание.